И вот мы в четвертом туре, и против нас команда сотрудники фирмы. Меня ставят в атаку на последний деф против ДА, и Даня, он же Аникей, выбирает меня в качестве оппонента. Паринг для меня достаточно сложный, потому что по миссии у нас релик, и по миссии шторма с полоса вор, то бишь мы воруем друг друга точки. А у него практически у всей армии есть Objective Secure. На предварительных парингов я ставил, что смогу взять только 7 очков, но это без учета этой четвертой миссии. Основной план на игру это схватить релик и стараться держать его до конца игры, потому что сходить какие-либо точки мне скорее всего не доведется. Четвертый тур, я играю с Даниилом, мой боинг стал здесь, Аберончик стоит в райтаме, Паук с корабль, все остальное у меня там в резерве. Три пачки байков, воины, имморталы. У противника стали Паск, его панишеры, здесь у нас ДАшная рота, там 4 по-моему пода с мельтами, 2 с графганами. Девастатор, 2 пачки с девастаторами, с одной, это самое, капеллан, с другой, капитан. Все в дроп-кодах это сидит и, а, еще 2 пачки осотников с двумя огнеметами и скоты, где-то там не вижу их, они в аутфланге, пешком? Пешком? Пешком, да, пешком в аутфланге. Даниил отдал мне право расстановки, перехватывать будешь? И он не будет перехватывать. Четвертый раз за этот турнир оппонент выбирает, где он будет ставиться и также входит первый. Но Даниил совершенно логично отдает мне ход, чтобы иметь возможность в конце игры задискорить релик. Мой первый ход, Аберон прыгнул сюда, взяли релик, здесь карабчики побежали, здесь все стоит. По миссиям выполнена ползелайн, скинут они гронское, поскорее, четные, вот эти вот все точки. На мой первый ход, Аберон с фрайтами в 12 дюймах от Немизора встает без скаттера, забирают они релик и мы стоим, в принципе, на месте, ждем прихода противника. Первый ход Даниила, упали гроздья гнева с неба на нас. Здесь одну баску оставили в одном вунде, отсюда еще две вунды занесли нам. Здесь упали, немножко побегали, отсюда фас со своими чуваками переместился, убил двух фрайтов, одного в вунде и наш Аберон тоже в вунде. Эти пацаны стреляли ничего, отсюда сюда тоже ничего. По миссиям выполнил вскоре четвертую точку вон там. На первый ход Даниила приходит половина дроп-подов, он ставится по точкам, занимая их. Паска Панниша оттягивается немножко назад, опасаясь контр-чаржа, и при этом убивает двух фрайтов и оставляет Аберона в одной ране. Достаточно неприятная для нас потеря, но тем не менее она не критична. Релик у нас, и сейчас мы будем оттаскивать назад, передавать его в наш основной боинг, чтобы там попытаться его сохранить. Во второй ход вышла пачка воинов, имморталы и две пачки байков. Эти стреляют сюда, убили одного, здесь еще одного, отсюда ничего, отсюда двоих дожали. Ледак пройден. Здесь у нас сначала подошли, родили байску, ушли обратно в каверстали. В райты прыгнули сюда, Аберон присоединился к основному нашу боингу. Стоим. На мой второй ход выходят резервы, я ставлю все их с правого фланга, чтобы не подставляться под огонь. Паска Панишера, потому что боинг, лече и в райты достаточно хорошо переживают всю эту стрельбу, а вот воинам и байкам придется достаточно туго. Я со всей стрельбы не смог купить даже одну тактичку, сейчас продолжат выпадать его гнезда смерти, лишая меня какого-либо маневра. Ну, давайте посмотрим. Второй ход Дании. Вышли Девастаторы с Капелланом, стреляли сюда, убили два байка. Отсюда с дроподов ничего, с дроподов нет. Эти зажали последнего байка. Там у нас вышел капитан, сюда в инвизмутый бой нет ничего, отсюда тоже влили, ничего. Этот дропод пытался, паука не смог пробить. Здесь у нас упали осолдники, здесь пацаны пробежались, приказ отдали, подъехали. И паск ничего не смог, этот убил в рейтов одного вунджона и одного вунде. И паск из лаской еще одну вунду повесил. Эти пацаны стреляли с графикой сюда болтеров, ничего не смогли сделать. Отсюда тоже с болтеров, боинг, ничего. По миссиям выполнил мою карточку, вскоре четвертую точку. На второй ход Дани я зачем-то включаю инвиз, боялся потерять лечей, но считаю, что тем самым я спровоцировал дальнейшую стрельбу в моих врайтов. В итоге минус еще два врайта и мне убивают в боинге одного леча. Но возможно мне стоило сохранить этот инвиз на конец игры, понадеявшись на пятый инвуль и четвертый рерольный протокол. Ну и закономерно Дани выполняет мои мейншторм-миссии. Мой третий ход, у меня вышла еще одна пачка байков, здесь все подошло, постреляло, убили все, кроме двоих пацанов. Эти пытались чаржить, но верующие два умерло, чувак не дочаржил. Эти пацаны дожали здесь стоящего последнего. Здесь зачаржили с карабы, один хулпойн сняли дроп-коду, нам здесь убили одну баску, в райты ничего не смогли сделать, но получили вундук, потому что там протоколы до нас не дотягиваются. Здесь мы немножечко подвигались, Немизор идет у нас с реликом. Мой третий ход, мы наши резервы также ставим на наш правый фланг, не смогли убить пачку девастаторов, которые вышли на предыдущий ход. Зачем-то чаржили байками остатки девастаторов и в итоге на овервотче по фултбаллистику потеряли два байка. В райты со скарабами пришли тактички, ничего не смогли сделать, сами потеряли одну рану и нам убили одну базу скарабов. Третий ход Дани, у него упали осолотники здесь и вон там вышли, здесь побегали, это все побегал там на один. В паскопанишеры тоже подъехали, с паскопауку одну рану, с этого ничего, этот занес 7 цивов, вот так вот мы третий сейф откинули, протокол не помогли, ушел. Выполнен на миссии убить танком юнит. Здесь с графганов постреляли, убили нам одного пацана, стрелировал протокол не помогло, все остальное стреляло, здесь ничего. Эти пацаны сюда стреляли, джинки, протоколы отсюда, сюда поджинковали, ничего, это, это и это стреляло все в одинокого байка, ничего не сделало. В фазу ХТХ в райты убили одного, нам в ответку одну баску пауков, этот по второй не убил еще, одного ледак пройден. И два пацана раскатали дроппот, врекнутый стоит. По миссии также выполнена моя шестая точка вон там, и первая точка заскорена. Третий ход Дани, паскопанишер едет вперед, прикрываясь скрином из тактичек, и он выбирает цель моего паука, потому что у него по миссии было убить юнит танком. И мне Дани говорит, давай ты его уберешь так, без стрельбы. Я говорю, нет, давай кидать кубы, я верю в свой третий сейв и протоколы. Хорошо откидался против паска, получил только одну рану, со второго танка мне ничего, а вот третий заносит мне 7 сейвов, из которых я прокинул только один. На протоколах тоже ничего, и мой паук, к сожалению, уходит. Скорабо разбирает дроппот, но в райты, к сожалению, не смогли добить тактичку, надо бы сейчас освободиться и продолжать дальше идти, прожимать его фланг, но, к сожалению, нет. И я как будто специально тяду для Дани миссии на скоринг точек, он уверенно уходит в отрыв по моелю, и, в принципе, мне уже его не догнать. Мой четвертый ход, автоматом вышла пачка воинов, разобрала дроппот, здесь пацаны убрали пачку девастаторов, эти стреляли сюда, убрали одного, байки турбобуснули сюда, прячься за рейнг, чтобы их не видели. Здесь хоть их убили одного пацана, нам ответу ничего, ледак пройден, стоят. Здесь, в эпическом чарже, мы выдержали весь Увервотч, но кинули 4 вместо 6, стоим посреди открытого поля. Мой четвертый ход, продолжаем прожимать его правый фланг, в райты со Скорабо все так же стоят в этом ХТХ, но, в принципе, нам сейчас выходить не нужно. Надеюсь, мы сделаем это на следующий ход, решаясь на отчаянную атаку своим Боингом в скрин тактичке, чтобы на следующий ход иметь возможность зачаржить паскопаншер, который меня достаточно сильно начинает напрягать. Подвожу на 6 дюймов Немизора, чтобы он не дропнул релик на черже, но в итоге кидаю 4. И теперь я стою посреди стола, открыта для его стрельбы, опасаясь, что сейчас он начнет подводить туда свои тактички, чтобы пытаться задискорить этот релик. Ну, достаточно для меня неприятная ситуация. Четвертый ход Дании, это все вот подошло сюда, что-то побегало, здесь вот какой-то там типа скрина, паск убежал от нас подальше, стрелял, ничего тут не сделал, здесь гравик постреляли, все там приролили, последнюю арбу использовали. Здесь у нас пацаны разобрали последнего, здесь стреляли ничего, эти пацаны убили нашу последнего байка, отсюда-отсюда сюда ничего, там тоже все стреляло в воинг, ничего им не сделали. По миссиям выполнена наша первая и вот шестая, и убить юнит байкеров. На свой четвертый ход, почувствовав угрозу Дании, отводит паска панишеры, продолжает меня стреляя со всего, что дотягивается до моего боинга, включаю последнюю арбу, достаточно удачно все это дело переживаю, жертву это одно из тактичек, выставляя скрин, то бишь мне сейчас тяжело идти вперед, я должен разбираться с тем, что есть в центре. На четвертую фазу стояние в ХТХ освобождается в райты из корабля, теперь у нас развязаны руки, и Дани выполняет еще две мои мейл-шторм-миссии. Мой пятый ход, здесь пацаны постреляли, сняли кулпоинт, отсюда ничего, здесь убили по-моему одного пацана, не убили ничего, здесь мы постреляли, убили троих, подчаржили, убили одного, лидак пронин стоят, здесь все подчаржили, на овервочи схватили целую базу по одной ране, одна с болтера, другая с граф в пушке, в райты там убили этого самого, и здесь еще двух пацанов сожрали, лидак пронин стоят, все нормально, здесь мы все это дело разобрали, к чертям собачьим, релик вот передали, пацанчику стоит, он его держит тут. На мой пятый ход убиваем тактичку, которую перескоривал релик, и на консолидации отходим как можно дальше назад, чтобы он не мог подойти ко мне ближе. В райты со скараблами наконец-то дошли до тактички, которая ставила всю игру в руинке, и достаточно неприятно, меня беспокоило, и, к сожалению, байки не смогли дожать скаунтов. Пятый ход Дани, здесь вот нам вот все стреляло, убили нашего Берона, оставили дух вунда Харикана, еще четыре лич гвардана нам сняли, отсюда стреляло, все посылили, там одна вунда пришла только нашему Немизору, здесь остались, здесь убили пацана, все остальное там стреляло, ничего не сделано. Итоговый счет там 7-13 в пользу Дани. Спасибо, молодец. И весь наш пятый ход мы стоим и терпим всю стрельбу в наш Боинг. Вот тут бы нам понадобился наш инвиз. Теряем Аберона, а Харикан, который на второй ход стал Эмпауэр, теряет еще две вунды. Четыре лича минус и потери у Немизора. Как итог, я на конец хода держу Релик, но при этом с разгромным счетом проигрываю по Моэлю. По набитым очкам у нас, по-моему, там было одинаково. И как итог 7-13 в пользу Данилы. В общем, затащил как мог, обещал 7 очков, их же и взял. Закончилась четвертая игра наконец-то. Было уже тяжело мне в Моготу, душно. Но, тем не менее, мы одержали свою третью победу на этом турнире. Наша команда. Сейчас ждем подсчета окончательных результатов. Ну, как бы, в принципе, команда всем довольна. Спасибо большое Староку за проведение этого турнира. Было очень интересно. Спасибо всем оппонентам, которые играли со мной. Тоже очень все приятные игры. В принципе, никаких там и сложных вопросов не возникало. Там суди тоже практически не привлекались. Максимум, там, обращение к капитану, который узнает там какой-то нюанс по правилу. В общем, будем ждать следующих командников. По итогам четвертого тура команда уверенно набирает пять побед. Это еще одна 20-0. У нас в копилке 60 очков, что позволяет команде Тлен и Безысходность занять третье место. Все это случилось потому, что в третьем туре четыре топовые команды сыграли в ничью, а в четвертом две из них победили 20-0. Еще раз хочу поздравить команду Трикси и Бунг с заслуженным первым местом. Спасибо Староку и всем тем, кто помогал ему в организации данного мероприятия. А также отдельное спасибо уже моей команде за предоставленную возможность поучаствовать в данном турнире. Отдельно благодарны Спейсману за то, что позволил мне разместить мои ролики у него на канале. Надеюсь, вам понравились мои ролики, есть еще над чем подработать. Спасибо за просмотр и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok